Теперь мы начнём первую лекцию по третьей и четвёртой книгам Царств. Сегодня приступим к третьей книге Царств, первой главе, первому стиху. Две книги первоначально были написаны как одна. В 1517 году книга Царств была впервые разделена на две части и опубликована в Еврейской Библии Даниилом Бомбергом. Третья Царств состоит из 22 глав. Четвёртая книга Царств имеет 25 глав. Всего их получается 47. В книгах Царств записаны истории царей Израиля и Иудеи. В них описаны достижения, личная жизнь, ошибки и слабые стороны царей. Тем не менее, там не просто раскрывается их жизнь. Основное послание в книгах – то, что народы преуспеют в своей жизни, если будут жить по закону. Тем не менее, если они оставят закон своего Бога и восстанут против Него, то потерпят неудачу и уничтожение. В этом послание книг Царств. Она начинается со смерти царя Давида. Здесь записана история Иуды вплоть до царя Сидекии, последнего царя Иудеи. Иудейское царство когда-то было одним народом. Во времена царя Раваама объединённая монархия Израиля была разделена на Иудею и Северный Израиль. Раваам был сыном Соломона. Во времена царя Раваама народ был разделён на Северный Израиль и Южную Иудею. Из-за чего же пришло это разделение? Во-первых, основной причиной был грех Соломона. Соломон пренебрёг законом Божьим и служил идолом. В связи с этим Всевышний велел ему покаяться. Он сказал, что если Соломон этого не сделает, то народ разделится на два лагеря. Но более прямой причиной раскола было то, что Раваам, сын Соломона, не прислушивался к советам своих старейшим. Вместо того Раваам последовал совету юноши. В результате этого народ был разделён. Третьей книги царств, двенадцатой главе, в седьмом стихе, записано, что нация преуспевала. К этому можно прийти тремя путями. Первое. Нужно стать слугой. Второе. Необходимо служить. И третье. Нужно говорить благожелательные слова. В девятьсот тридцатом году до нашей эры в течение года страна была разделена на Северный Израиль и Южную Иудею. Иудейское царство существовало в течение трёхсот сорока четырёх лет, пока не было взято в плен Вавилоном и в пятьсот восемьдесят шестом году до нашей эры не оказалось разрушенным. Если включить сорокалетнее царствование Соломона, Иуда существовала в общей сложности 384 года. Книга царств включает в себя историю четырёх веков. Времена подъёма и падения Иудеи – это история человечества. Третья книга царств имеет двадцать две главы. Из них одиннадцать глав о Соломоне. Здесь повествуется о строительстве здания храма и разделении его на Северный и Южный. Северный Израиль погиб от руки Оссирии. Южная часть Иуды была погублена Вавилоном. Тем не менее, в Северном Израиле жили важные и известные пророки. Илия и Елисей пророчествовали на севере. Южная Иудея в общей сложности насчитывала двадцать царей. В Северном Израиле их было девятнадцать. Первым царём Израиля был Иераваам. Последним – Осия. Общая продолжительность правления между Иераваамом и Осией составляла около двухсот девяти лет. Иудой правили двадцать царей. Они царствовали с девятьсот тридцатого года до нашей эры по пятьсот восемьдесят шестой год до нашей эры. И общее время их правления составляло триста сорок четыре года. В среднем каждый правитель руководил семнадцать с лишним лет. Это был долгий период правления, дольше, чем на севере. Северный Израиль подошёл к своему завершению в семьсот двадцать первом году до нашей эры. Южная Иудея была разрушена в пятьсот восемьдесят шестом году до нашей эры. Оба народа начали в одно и то же время. Но Иуда продержалась дольше Израиля, где-то на сто тридцать пять лет. Это была Божья работа. Из девятнадцати царей не было ни одного праведного. Все они вели безнравственный образ жизни, но самым испорченным из них был Ахав. Он женился на Изавеле, дочери Афваала, царя Тирского. В Израиле во время царствования девятнадцати царей девять раз произошли изменения в правлении. Цари совершали предательство. Они убивали предшественников и становились у власти. Вот поэтому их история длилась только двести девять лет. В Иудеи были нечестивые цари, такие как Манасия, но были и праведные, например, Аса, Езекия, Иосифат и Иосия. Хорошие цари всегда побеждали. И это один из показателей успеха. Третья книга царств описывает пять первых царей Иуды. Это Соломон, Раваам, Авиа, Аса и Асафат, о которых говорится в книге. Здесь описана сто двадцати двухлетняя история. В третьей книге царств записана жизнь Израиля до седьмого царя, что составляет семьдесят семь лет истории. В этой книге показана жизнь семи царей от Ира-Ваама до Ахава. На севере Израиля были активные пророки Илья и Елисей. В это же время там действовали пророки Амос, Осия и Иона, которые тоже записаны в Библии. Они обличали народ в грехах и Бог через них работал. Во времена царствования нечестивого царя Ахава его жена Изавель убивала всех, кто служил Богу. Тем не менее, Всевышний оставил семь тысяч человек, которые не склонили колени перед Ваалом. Господь начал свою работу на севере. При царе Ахаве Авадия, который был ответственным за царский двор, спрятал служителей божьих по пятьдесят в каждой пещере и носил им пищу и воду. Северный Израиль упал духовно, но в различных местах его территории были построены духовные заведения в Вифиле, Иерихоне, недалеко от реки Иордан и так далее, где воспитывались Божьи служители. Когда мы видим это, понимаем, что независимо от того, насколько нечестивым может быть царь, дело Бога побеждает. Мы можем наблюдать победоносную Божью силу в действии. Его дело никогда не терпит провала. Вот что мы должны помнить о книге царств. Третья книга царств, первая глава, первый стих описывает последние дни царя Давида. Он состарился. Мы можем прочитать здесь о трех его жизненных путях. Сначала он формировался, а затем состарился. В конце концов, он стал таким немощным, что мерз даже под одеялом. Сколько лет должно было быть Давиду, чтобы он считался старым? Четвертая книга царств, пятая глава, с третьего по четвертый стих сказано, что ему было около семидесяти лет. Он стал царем в возрасте тридцати и правил в течение сорока лет. Давиду было семьдесят. Это пожилой возраст, когда даже одеяло не может согреть тело. В девяностом псалме в десятом стихе сказано, что средняя продолжительность жизни составляет семьдесят лет. Но если человек здоров, он живет до восьмидесяти. Сегодня все протекает так же, как и в прошлом. Такова жизнь. Давид не был исключением. Насколько он был красив внешне. Третья книга царств, шестнадцатая глава, двенадцатый стих показывает внешность молодого Давида. Он был румяным, сияющими глазами и красивым лицом. Когда-то он был красивым юношей, но с годами взрослел, старел и пришел момент, когда он уже не мог сохранять тепло под своим одеялом. Это есть жизненный путь. Поэтому нам нужно понимать, что придет время, когда мы состаримся и не сможем иметь горячее тело. Мы должны жить с верой. Давид достиг пожилого возраста, поэтому его слуги установили порядок по уходу за царем. Они решили найти молодую девицу среди народа, чтобы та могла ухаживать за ним. Ночью она должна была лежать рядом с ним и сохранять в кровати тепло. Такой порядок установили слуги. Человеческие планы всегда имеют недостатки. Их методы не позволяют решить основную проблему. Слуги нашли девушку в городке под названием Сонам. Женщина, которая служила Елисею, была из этого же города. Суламита из Песни Песней была также из Сонама. Они выбрали красивую девушку из этого города и ее имя было Ависага. Человеческий метод не может быть лекарством для остановки старения. И все же Давид сохранил свою веру. Стих четвертый показал, как Давид сберег веру в последние годы жизни. Ависага была девственницей и сохранила свою невинность. Она была очень красивой. Эта девушка кормила Давида, но он не спал с ней. Почему нет? Давид не спал с Ависагой, потому что помнил о своем грехе с Версавией. Царь покаялся в этом, рыдая горючими слезами. Об этом говорится в Псалме шестом, в стихе шестом. Благодаря плоду покаяния он жил целомудренно в отношении противоположного пола. Начало Давида было хорошим, но конец его был прекрасным. Третьи книги царств в первой главе в стихах с пятого по десятый описан бунт Адонии. Он отправился в юго-восточный район Иерусалима, в Захилет, что рядом с Йен-Рагилу, и попытался стать там царем. Но его предательство не имело успеха. Когда Адония самоутвердился как царь, в пятом стихе написано, что он искал царствование, когда Давид уже был в годах и состарился настолько, что не мог согревать сам себя. Поэтому царь проводил свои дни в постели. Это было, когда Давид мог проявить лишь ограниченную власть над Израилем. Все стало немощным. Тогда Адония совершил сговор и предательство, чтобы стать царем. И это было неправильно. Для всего есть свое время. Порой появляются возможности. Мы с вами не должны быть как Адония, чтобы использовать эти возможности для зла и собственной наживы. Наоборот, нужно принять все обстоятельства, которые Бог дает нам, как возможность получить благословение. Кто-то может использовать благоприятные случаи для зла, а другие используют для блага. Не стоит использовать хорошие шансы, данные нам, для вреда, но нужно думать о будущем и проживать такую жизнь, которая будет благословлять других. Давид не был похож на Адонию. Когда царь Саул был беззащитен, находясь в пещере или в поле, Давид имел две возможности убить его, но он этого не сделал. Саул был уязвим, но Давид не воспользовался этой возможностью, чтобы убить царя. Он ждал Божьего вмешательства и все отдавал в его руки, веря во владычество Господа. Он поступал достойно. Вот почему Давид прожил всю свою жизнь как благословенный человек. Между тем, когда отец Адонии ослаб и уже не мог править народом, его наследник использовал появившуюся возможность для зла и в конце концов погиб. Адония рвался к царствованию и это было неправильно в глазах Бога и людей, потому что Всевышний уже показал Давиду, кто сменит его на посту царя. Во второй книге царств 7 главе в 12 стихе или в первой книге Паралипоменон 22 главе Господь пообещал Соломону позицию царя. Бог открыл ему это. Наследование Соломоном царствования было волей и замыслом Божьим. Тем не менее, Адония проигнорировал волю и суверенитет Господа и пытался завладеть троном. Он отверг власть Бога и был перед Ним в корне неправ. Он также делал неверно и в глазах людей, давид был его отцом и все еще правящим царем и никогда не обещал Адонии место власти. Он никогда не передавал ему царские полномочия и власть. Адония сам решил, что будет царем. это неправильно перед людьми. Он проигнорировал порядок, правила, которые установил Бог и согрешил против своего собственного отца. Он совершил зло перед Богом и людьми. Если посмотреть на этот момент, каким образом Адония согрешил. В пятом стихе можно видеть три способа, которыми он грешит. Он превозносил себя, то есть был высокомерным и тщеславным. Также он возвысил себя, как царя, потому что не был благодарным. Нам всем нужно быть признательными за сегодняшний день. В шестнадцатом псалме шестом стихе сказано «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Нужно знать, что мы находимся в прекрасном месте и быть благодарными за это. «Никто не может быть царем только потому, что хочет этого». «Господь тот, кто поднимает царей и низвергает их». «Кого он назначил правителем, тот им и станет». «Если Бог отвергнет человека, тот не сможет стать правителем». «Никто сам по себе не может занять место власти». «Таким образом, первая ошибка Адонии заключалась в его самозванстве». «Во-вторых, он хотел стать главой ради себя самого, и это неправильно». «Его характер был испорченный». «Мы можем расти в вере, если только отказываемся от своего эгоизма». «Все искушения вытекают из самолюбия». «Нам нужно отрекаться от эгоистических побуждений». «Что вы делаете для себя, в конечном счете не принесет вам пользы». «А то, что вы делаете для Господа, приносит благо вам самим». «Третий грех Адонии в том, что он пытался стать царем с помощью колесниц, всадников и армии. Он ошибался, полагая, что наличие всего этого сделало бы его власть имеющим». Колесницы были в то время самым мощным боевым средством, всадники войском для сражений, а армия прокладывала путь на войне. Было неправильно думать, что эти вещи сделали бы его царем. Бог не был этим доволен. Авесолон, его старший брат, показал нам это. Во второй книге царств в пятнадцатой главе в первом стихе говорится, что Авесолон погиб тем же самым образом. Позиция царя не имеет ничего общего с колесницами, всадниками или армией. Бог ненавидит, когда люди полагаются на это. Он хочет, чтобы они надеялись только на него. его. Стих пятый показал три пути, которыми Адония совершал неправильные действия. с его испорченной природой крах был неизбежен. В шестнадцатой притче в восемнадцатом стихе сказано, что гордость предшествует падению. И в соответствии с этим местом писания гордые падут. Все погибнут, если станут гордыми. Этот библейский принцип показан в Евангелии от Луки в восемнадцатой главе в четырнадцатом стихе. Там написано «Всякий, возвышающий себя, будет унижен, а унижающий себя возвысится». Почему Адония возвышал себя и пытался стать царем с помощью колесниц, лошадей и солдат? Причины этого можно найти в шестом стихе. Их три. Первое. он был рожден после Авесолома. Он должен был заявить о себе, чтобы стать царем, потому что родился после Авесолома. Вторая книга царств, третья глава, говорит, что Давид имел много сыновей в Хевроне. его старший сын Амнон. Он полюбил Фомарь, изнасиловал ее и был убит братом этой девушки, Авесоломом. Третий сын Авесолом убил своего старшего брата и умер при попытке предать своего отца. Второй сын, сын Авегеи, Далуиа. Из-за того, что он больше не появлялся в Библии, похоже, что его рана постигла болезнь. Первый сын был убит. Второй умер от болезни. Третий погиб во время совершения предательства. Какой старший сын Давида после этого остался живым? Это был Адония. Он известен как сын, который родился после Авесолома. Адония, вероятно, подумал про себя. В настоящее время я старший сын, поэтому должен стать царем, им должен стать я. И это было ошибочно. порядок появления человека на свет не определяет наследование престола. Наша вера также не зависит от порядка врождения. Станет человек царем или нет, это не зависит от его первородства, от последовательности врождения. то, что мы уверовали во Христа первыми, не означает, что мы заслужили больше благословений или успеха. Никто не знает, у кого будет вера или кого Бог будет могущественно использовать. Иуда был четвертым сыном Иакова. Иисус родился по линии четвертого сына Иуды. Следовательно, физический порядок не важен. У Адонии было неправильное отношение к вещам. Как было сказано ранее, оно заключалось в следующем. В шестом стихе третьей книги царств в первой главе видна его вторая негативная черта. Сказано, что он был очень красивым мужчиной. И это может быть как положительным, так и отрицательным качеством. Он считал, что его внешность могла повлиять на приобретение им власти и поэтому стремился к ней. Адония думал, что наружность дает ему право на царствование. Это было неправильное мнение. Никто не встает у власти из-за своего внешнего облика. А Весолом делал то же самое и погиб. А Весолом тоже был красивым. Сказано, что с головы до пят у него не было никакого изъяна. Поэтому он погиб. У людей не должно быть ничего, чем можно было бы хвастаться. Внешность не характеризует человека власти. На самом деле царь должен иметь хороший характер. Он как правитель должен стать пригодным сосудом совершенствоваться в зрелого человека. человека. То, что Адония не стал царем, было положительным фактом, так как если бы это произошло, народ пришел бы к разорению. Мы не должны сосредотачиваться на своей внешности, но на внутреннем человеке. Нужно иметь характер, веру и становиться зрелым. Третья причина заключалась в том, что отец Адонии не дисциплинировал его. В этой ситуации мы можем видеть, что Адония был способен делать ошибки. Он, вероятно, делал что-то отвратительное, но Давид не дисциплинировал своего сына. Почему же он не наказывал Адонию? Потому что он был не способен послушаться наказаниям отца. Что бы произошло, если бы его наказали? Когда его ругали, он надувался в гневе и жаловался. Люди любят получать похвалу или одобрение. тем не менее, истинным учителем является тот, кто умеет дисциплинировать. Однако же Адония очень плохо поддавался наказанию. Вот поэтому Давид не дисциплинировал его. Вероятно, он становился возмущенным и сердитым. так как же Давид мог дисциплинировать его? Это было все равно, что бросать жемчуг перед свиньями. Вот поэтому Давид больше его не наказывал. Тот кто принимает дисциплину будет иметь успех. Адония относился к неудачникам, поскольку не мог откликаться на наказание. Давид не воспитал своего ребенка достойно. Адония стал испорченным, потому что отец воспитывал его без наказания. Тринадцатая притча, двадцать четвертый стих. Здесь говорится «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына». В шестой притче, в двадцать третьем стихе сказано «Назидательные поучения, путь к жизни». Если нас дисциплинируют, то мы должны изменяться. Послание к евреям, двенадцатая глава, одиннадцатый стих. «Дисциплина врачует», сказано там. Нам нужно становиться людьми с характером, умеющими принимать меры пресечения. Стихи с седьмого по десятый говорят о двух типах людей. Первые поддерживали Адонию в преступном сговоре. Седьмой стих назвал назвал тех, кто помогал ему. Это Иоав и Авиафар. Были и люди, которые не оказали Адонии поддержку. Они перечислены в восьмом стихе. Это священник Садок, Ванея, Нафан, Семей и Ресей, которые были могущественными людьми Давида. Они описаны как хорошие люди, преданные и верные своему царю. Среди тех, кто вступил в сговор с Адонией, был Иоав, командующий армией Давида. Иоав много работал. При этом иногда он шел против приказов Давида и создавал ему проблемы. Иоав отлично выполнял работу в качестве командира, но иногда у Давида с ним были трудности. Он не вовлекся в восстание Весолома, но попал в другое сопротивление. Он участвовал в мятеже Адонии. Конец его не был хорош. Нам не нужно быть как Иоав. Он плохо закончил. А наш финиш должен быть хорошим. Нужно верить Иисусу в начале и оставить этот мир красиво. Иоав принес много неприятностей сердцу Давида, так как у военачальника была мелкая душонка, поэтому в конце Иоав потерпел провал. Если мы не разберемся со своим нищенским духом, это может оказаться причиной нашей гибели. Другой человек, который присоединился к заговору о Донии, был Авиафар. Это священник, который был сыном Ахимелеха, священнослужителя из Номву. Давид в то время бегал с места на место. Саул убил 85 священников Номву. Единственный, кто этого избежал, был Авиафар. Он следовал за Давидом с самого начала и никогда не выступал против него. И все же он тоже отвернулся. Восьмой стих упоминает священника Садока. Их там было двое Авиафар и Садок. Первый из них намного старше. Так как Авиафар был значительно взрослее, он раньше стал первосвященником. Кто из них двух был лучшим человеком? Садок. Авиафар присоединился к Адонии. По какой причине? Вполне вероятно, что он стал ревновать Садока. Кроме того, он не мог быть достаточно хорошим и поэтому обозлился. Возможно, Авиафар был завистлив и ревнив. Адония взялся за руки, как говорится в отрывке. Он соединился с Иоавом и Авиафаром и совершил государственную измену. Иоав был командиром армии, Авиафар духовным человеком. Адония думал, что если он будет иметь армию и религию, то станет царем. И тем не менее, он им не стал. Эти две вещи не дают человеку право иметь власть. И все же, почему Иоав и Авиафар присоединились к заговору? Потому что на них влиял Адония. Они оказались под его воздействием. Дьявол также обрабатывает людей, и они попадают под соблазны. Когда люди не используют свои деньги по совести, сатана соблазняет их богатством. Кто слаб в вопросе противоположного пола, дьявол совращает его соблазнами. Тот, кто впадает в обольщение, падает через подобных себе людей. Мы должны иметь веру, которой обладал храбрый Давид. Бог использует тех, кого нелегко прельстить грехом. Послание Иакова, первая глава, шестой стих, говорит, что мы не должны быть колеблющимися, но иметь веру. Если будем проявлять двоедушие, упадем. у нас должно быть целостное сердце. Нужно думать только о Господе, отдавать жизнь за Евангелие и жить для Господа и распространения благой вести. Сегодня мы должны быть такими, как эти люди, похожими на Ванея, на Фана, Садока. На этом мы заканчиваем первую лекцию по книгам старств.